Ну вот, буквально только что я заселился в отель после моего сегодняшнего воскресного концерта. Хочу немножко поделиться, рассказать о том, где же я сыграл концерт. Послушайте, до конца это может быть интересно. В общем, оказалось, я этого не ожидал, оказалось, что этот концерт организует некая компания, таких компаний по Германии, несколько, которые занимаются уходом за людьми с нарушением когнитивных способностей. То есть, кто это такие? Это могут быть люди с синдромом Дауна, например. Это могут быть люди в медицинском смысле слова с такой легкой дебильностью, с неким ЗПР, задержкой психического развития. Это могут быть люди с ДЦП. То есть, это не психи, это не люди больные, скажем там, в шизофрении. Это вполне нормальные психические люди, просто вот со своими особенностями, врожденными или приобретенными. Ну, чаще, наверное, врожденными, а в целом нормальные люди. И таких людей у меня в зале было большинство. Ну, да, с ними были сопровождающие, но в основном вот в зале сидели такие люди. Кстати, у них есть как бы зал замечательный, там даже стоит прекрасный рояль Безендорфер. Но я думаю, что кто-то, увидев буквально толпу таких людей, возможно, бы испугался и почувствовал некий дискомфорт. Потому что, ну, некоторые из них в зале сидели как-то странно. Там у кого-то могла слюна капать. Там кто-то сидел на естественной позе. Вот, например, старушка сидела, вот так вот руку держала на протяжении всего концерта. И это непривычно, это странно. Мы обычно боимся чего-то странного, чего-то незнакомого. Вот. Но у меня, в отличие от гипотетически каких-то людей, которые могли бы шарахнуться даже, да, испугаться, у меня, наоборот, возникло некое такое теплое чувство. Они слушали замечательно, даже подпевали мне там, когда я играл свои моцартовские вариации. Удивительная, кстати, реакция, это непосредственная. И в этой непосредственности мне даже почудилось что-то такое ангельское. Объясню. Дело в том, что, как мне кажется, у этих людей в их сознании есть некая такая незамутненность вот социальными шаблонами, какими-то стереотипами поведения. Можно даже сказать, что они не воспитаны. Вот, например, они заходили ко мне за кулисы и как-то пытались обнять, потрогать, вот так вот как-то аккуратно погладить. Если бы обычный человек так зашел бы ко мне за кулисы после концерта, начал бы вот так вот поглаживать, ну, я бы, наверное, тоже испугался, как-то сказал, что это дурак, что ли, да? Вот. Ну, а здесь нет. Здесь, наоборот, у меня возникло какое-то такое ответное желание их обнять. И вот эта какая-то детская непосредственность, она свидетельствует о том, что, наверное, такие люди, они не способны на большую человеческую подлость. Ну, во-первых, в силу своих ограничений, ну и потому, что они вот так не приняли какие-то социальные шаблоны в силу вот своих врожденных особенностей. И мне кажется, если люди-ангелы и существуют, то именно о таких людях можно сказать, что они в наибольшей степени приближены к людям-ангелам. Ну, если допустить, что можно применять такое сосчитание, люди-ангелы. Ну и, кстати, концерт прошел хорошо, я играл вдохновенно и доволен целым вечером.